Тысячи демонстрантов собрались в столице Словакии в 35-ю годовщину Бархатной революции, положившей конец десятилетиям правления коммунистов в бывшей Чехословакии, чтобы выступить против политики популистского премьер-министра Роберта Фитцу. Протест объединил оппозицию, в том числе либеральную партию «Прогрессивная Словакия», евроскептическую свободу и солидарность и консервативных христианских демократов, которые заявляют, что Фитца представляет угрозу для демократии. «Словакия была и будет частью западной цивилизации», заявил собравшимся в центре Братиславы ветеран словацкой политики Франтишек Микложко. «Мы не хотим, чтобы кто-то двигал нас в сторону Москвы». Лидер партии «Свобода и солидарность» Бронислав Грёлинг заявил, что Фитца ведет страну к авторитарному режиму, как в России и коммунистическом Китае. «Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. А как же? Конечно, мы на стороне Китая». Михал Шимичко, председатель партии «Прогрессивная Словакия», которая в настоящее время является самой популярной партией в стране, заявил, что оппозиция сделает все возможное для защиты свободы и демократии. Фитца и его левоцентристская партия «Курс. Социальная демократия» выиграли прошлогодние парламентские выборы на пророссийской и антиамериканской платформе. «При чем здесь Россия-то?» Его правительство продвинуло план по реорганизации общественного вещания, который, по мнению критиков, предоставит властям полный контроль над общественным телевидением и радио. «Мы создаем большое количество информационных источников, которые не связаны с нами. И пока ЦРУ докапывается, что они связаны с нами, у них уже огромная аудитория. Иногда докапываются, схлопывают. У нас бывает, так, просыпаешься утром, у тебя 600 каналов сразу закрыты. Сразу. Ну, пока они их закрывают, мы уже новые сделали. Вот такое у нас беготня друг за другом продолжается все это время, это даже весело». Это, а также принятие поправок к Уголовному кодексу и ликвидация специального прокурора по борьбе с коррупцией заставило оппонентов опасаться, что Роберт Фитцо поведет Словакию по более автократическому пути, следуя в направлении Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. «Мир без России будет лучше». Роберт Фитцо прекратил военную помощь своей страны Украине. Выступает против санкций ЕС в отношении России. Хочет заблокировать вступление Украины в НАТО и планирует поездку в Россию. «Аплодирует, стоя». У здания Тбилисского государственного университета в воскресенье 17 ноября началась 24-часовая акция протеста грузинских оппозиционных сил, отказавшихся принять результаты парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября. И тенденция уже становится. Ну, своими руками все делают. Участники акции установили палатки возле первого корпуса ВУЗа. Представители оппозиции заявили, что территория университета – лишь первая остановка протестующих. Они намерены блокировать прилегающие к учебному заведению улицы 24 часа и ежечасно делать информационные заявления о своих дальнейших планах. Один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия призвал прекратить протестные гуляния и переходить к конкретным действиям. Гуляние, хождение, шум гам – все это закончилось. Мы возвращаем Родину, все перекрываем. Нет больше времени у нас. Мы – те люди, кто получил больше всех голосов от населения Грузии, которая заявила «Мы идем в Европу», берем на себя ответственность. И да, мы идем в Европу. Параллельно с этим у здания парламента Грузии на проспекте Руставели состоялся митинг, в нем приняли участие представители НПО, выступавшие в роли наблюдателей на прошедших парламентских выборах, студенческие движения и представители оппозиции. До начала акции от имени ряда вузов был зачитан манифест, в котором студенты подчеркнули, что намерены бороться за свой голос, считая, что выборы были украдены. Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК заявил о победе правящей партии «Грузинская мечта», оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент Грузии Соломе Зурабишвили, обвинившая во вмешательстве в выборы Россию. «Мы всегда это делали и делаем сейчас». Результаты голосования были отменены на 30 участках из-за нарушения тайны голосования. При этом международные наблюдатели указали на нарушения в ходе выборов, в случае запугивания и подкупа избирателей, давление на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней. США и страны Евросоюза призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии. «Но это еще не все». Протестующим установили биотуалеты, раковины, раздали пледы и палатки. Акция продолжается с вечера 17 ноября и, похоже, прерываться пока не планирует. Требования все те же, оппозиция настаивает на проведении новых парламентских выборов. «Протест продолжается, потому что мы все знаем, и если мы остановимся, если мы разойдемся по домам, тогда Грузия станет уже окончательно сателлитом России. Тогда уже так называемая грузинская мечта, она окончательно сдаст нашу страну вот этой обители зла, которая пытается подмять от себя всех и вся вокруг». У нас одна идеология – русский мир. Президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжани остается на своем посту. Об этом он заявил в комментарии российскому государственному агентству ТАСС. Однако еще день назад он уверял, что без проблем может уйти в отставку. Такое заявление прозвучало на фоне протестов в регионе. В Сухуми протестующие снесли так называемый «забор позора», так они прозвали ограждение у здания местного парламента. Оппозиция требует отставки президента частично признанной республики. Приказ о создании «забора» активисты назвали преступным решением и постановили полностью его демонтировать. В самопровозглашенной Абхазии уже три дня продолжаются протесты. Оппозиционеры выступают против ратификации договора с Россией, подписанного в Москве. Он открывает местный рынок недвижимости для российского бизнеса. 15 ноября участники митинга ворвались в здание парламента. Тогда же администрация президента решила отозвать документ для стабилизации обстановки. Президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Джани, однако, назвал акцией протеста в Сухуми попыткой прозападного госпереворота. «Остановитесь! Шалам, дорогие друзья, из Джерусалима. Мы достигли этого тысячного дня, после войны в Украине исчезла». В преддверии тысячного дня широкомасштабной войны России против Украины президент Израиля Ицхак Герцог обратился к украинскому народу со словами «поддержки». «У наших стран общие враги и общая судьба – быть первыми, кто с оружием в руках борется против союза диктаторов». Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия, они своеобразные очень. Они накладывают отпечаток на все. Субтитры создавал DimaTorzok